Футбольный клуб «Луч Энергия» поделился расписанием своих учебно-тренировочных сборов. 24 января команда отправится в турецкий Белек. Там она пробудет почти три недели. В рамках этого сбора «Желто-синие» проведут три контрольных встречи 4, 7 и 10 февраля. По предварительным данным, соперниками «Луча» в этих матчах будут иностранные команды, выступающие в высших дивизионах своих национальных чемпионатов. Стоит отметить, что помимо 24 уже заявленных за «Луч Энергию» футболистов, в Турцию отправятся и несколько новичков. Все они являются воспитанниками футбольной школы клуба. Это Илья Чечен, Олег Витошкин, Егор Холодилов, Евгений Смирнов и Петр Янзин. После окончания первого сбора команда отправится на несколько дней в Москву, где пройдет обязательный медосмотр. А 16 февраля клуб вылетит в турецкий город Лара на второй сбор. Чемпионат ДФО по авторалли стартует в Амурской области. Уже 20 января в городе Свободный начнутся популярные гонки Амур-Зея, участие в которых примут и приморские спортсмены. В целом же на эти соревнования съедутся ведущие автогонщики из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и Якутии. Всего более 30 экипажей. Сборная «Приморья» на этом ежегодном чемпионате всегда находится в числе главных претендентов на победу. Состав команды может похвастать многократными чемпионами ДФО, экипажем Алексея Украинца и Елены Сухановой из Владивостока, а также коллективом «Оверс» с его бессменным лидером Сергеем Заикиным. Всех участников традиционно ждут крутые виражи, которые будут чередоваться с длинными прямыми, где спортивные машины достигают скорости более 190 км в час. К слову, общая протяженность всех участков авторали Амур-Зея составляет 200 км практически сплошного льда. Баскетболистка и тренер сборной ДФО приглашены на матч звезд АСБ России. Студентка Ирина Курбанова и главный тренер вузовской сборной Андрей Терехин включены в команду «Востока» для участия в битве лучших представителей Ассоциации студенческого баскетбола. Очередное противостояние «Восток-Запад» состоится 28 января в Орле. Благодаря своим достижениям Курбанова удостоена чести сыграть в престижном матче уже во второй раз. Для наставника сборной ДВФО это также второе приглашение в тренерский штаб команды «Восток». В 2011 году под его руководством она одержала победу. Напомню, что сборная Дальневосточного федерального университета на протяжении семи лет является бессменным чемпионом Дальнего Востока. В текущем сезоне АСБ приморские баскетболистки также уверенно удерживают лигирующую позицию. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.